По нашим аналитическим данным, мы примерно вышли на пиковое значение у заболеваемости примерно около 3,5-4 недели назад. Аналогичные пики, которые наблюдались в других странах, связанные с Делитой штаммом, как правило, свидетельствовали о двухмесячном нахождении на высоких цифрах и потом достаточно резкое снижение уровня заболеваемости. Здесь, конечно же, есть факторы зимы. Когда мы рассматриваем Индию или рассматриваем московские вспышки, это было лето, там немножко была другая обстановка. Сейчас мы месяц примерно уже на этих пиках, и поэтому, я думаю, что, набирая вот этот темп, мы примерно должны уже в ноябре, ну, седине ноября, считайте, это два месяца, которых мы начнем снижать. Ну, в регионах, мы об этом говорили, наиболее, ну, скажем так, интенсивный эпидемиологический процесс идет в городе Минске и в Гомельском регионе, и Минской области. Наименьшая напряженность эпидемической ситуации в Гродно сейчас. Мы полагаем, что мы сейчас находимся на пиковых значениях заболеваемости. Насколько долго будет этот пик или плато, высокий показатель заболеваемости будет зависеть в том числе от нашего осознанного поведения, в том числе от проведения вакцинации. Сейчас вакцинируется первым компонентом около 30 тысяч, даже чуть больше иногда в разные дни, в день наших жителей. У нас сейчас в обороте 800 тысяч вакцин, значит, поступает на этой неделе вакцина, на следующей неделе еще партия большая китайских вакцины. То есть мы планируем, что мы в этом году должны прийти к цифре выше 5 миллионов привитых. Это тоже будет являться основным вкладом в минимизацию эпидемической ситуации. Я еще раз повторюсь, темп вакцинации влияет напрямую на интенсивность эпидемической процесса. По нашим данным, 4% всего лишь госпитализированных вакцинированы, то есть тех, кто попадает в стационары. Полпроцента в реанимациях находится от всего количества тех, кто вакцинирован. Поэтому вакцинация – прямой путь к снижению наших рисков. Тяжело перенести эту инфекцию.